я приветствую наших зрителей сегодня в понедельник и эфирное время программы доживем до понедельника в эфире наша программа Григорий Гельфер, Евгений Гендин и Елена Кальянова мы как обычно с вами сегодня в студии на протяжении программы работаем мы в прямом эфире 370-3101 прямой телефон нашей студии звоните, комментируйте, спрашивайте, высказывайтесь и пишите благодарите, да, и ругайте две трети нашего состава, можете ругать, если что, две трети тебя я напоминаю, что фейсбук, прямая связь, пишите, комментируйте, походу самый лучший способ, чем вот это вот звонить я на всякий случай заранее извиняюсь, я допускаю, что из меня может извергаться кашель я не демонстрирую, а вдруг не дождемся я хочу сказать, что сегодня на самом деле праздник, сегодня международный день волонтера он в общем существует уже 30 лет, это международный праздник и для Украины, конечно, волонтеры и этот день, они актуальны, особенно по вот таким подсчетам предварительным, 23% населения Украины, то есть около 10 миллионов человек так или иначе были связаны с волонтерским движением, помогали деньгами, медикаментами, одеждой либо там просто личным участием в каких-то, так сказать, событиях это очень благородное, нужное дело, оно очень достойное, я всех волонтеров поздравляю с праздником я думаю, что каждый из нас тоже в какой-то степени два слова, да, конечно, горячие поздравления, теплые, искренние, они окрашены личным тоже отношением к этим людям так получилось, да, слова наполняются новым смыслом, так получилось, так получилось, что так получилось что много друзей очень волонтеров, настоящих друзей и настоящих волонтеров и поэтому респект вам, тепло вам, хотя у вас этого самого тепла там неизмеримо больше вот, и обнимаю волонтеров, а некоторых даже целую с праздником, еще раз большое вам спасибо, я считаю, что если бы не вот те люди, которых мы сегодня называем волонтерами, ситуация с войной в нашей стране была бы гораздо трагичнее она бы уже закончилась, она бы, да, уже, наверное но, слава богу, есть эти люди, слава богу, есть всякие люди, которые что-то двигают, что-то производят На депутатов намекаешь? Нет, ну, а что на них намекать? Что производят депутаты? Они производят впечатление Статьи? Да, они производят волны По впечатлениям и перед депутатам Ну, между прочим, в четверг была бюджетная сессия, была сессия городского совета она, главное содержание этой сессии было то, чтобы принять бюджет и я хочу сказать, что бюджет принят То есть он там вместе с транспортами составляет 10,5 миллиардов гривен Значит, из них там 1,7 миллиарда на ЖКХ Соцзащита тоже 1,7, медицина 1,2, образование и культура 2,8 Транспорт 630 миллионов Кстати, наступающий год будет годом транспорта Обещают даже вернуть там речной транспорт Вот, сессия была Деньги даже вот сейчас порываются сказать, о чем сейчас скажу я Да, ну, сессия была такая, скажем, драматичная Часть людей была недовольна тем, что бюджет Неужели были недовольны? На всех сессиях, в общем-то, такое бывает Часть большая? А, я по телевизору Как оказалось меньше После некоторых голосований оказалось, что все-таки меньшая часть Но идут сейчас споры, и там были споры и в Фейсбуке, и на экране Раньше, там 2-3 года назад, там тоже было много недовольных, но об этом не спорили А сейчас-то понятно, что есть какие-то косяки, есть какая-то кривизна, но бюджет есть И, в общем-то, я думаю, что, да, его надо мониторить, его надо прозорить, но по нему уже можно работать А на речной трамбай сколько денег? Пока только в проектах, но обещают, что будет Про маршрутки с Победы на Гагарина ничего не говорили Не вошло, не успели, не успели Реки нету от Победы на Гагарина Вот как-то может поменять, может быть, ландшафт в нашем городе? Ну, я про бюджет не буду, а сотел телесюжет разных каналов, по-разному осветили Собственно, какая разная жизнь в городе разнообразная, мы это увидели Но с бюджетом жить лучше, нежели без бюджета Это для пресыщенных громадян, на которые любят все так ссылаться Но так действительно лучше Тем более, что, насколько я помню, вы его по ходу года корректируете периодически аж бегом Не, ну в этом году бюджет вообще там с половины года начал работать Это рекорд или нет? У нас же все рекордно Ну да, это бюджет по сумме, да, самый большой А рекорд в том, что его приняли задолго до Нового года? Обычно же там... Ну это да, на самом деле, это как бы с точки зрения сроков, это позитивно По сравнению с прошлым годом, конечно, да, безусловно Хотя разные страшилки... С прошлым годом нет, это в этом году принимали бюджет Да, в этом году бюджет этого года Ну, в общем, вы с бюджетом Бюджет есть и посмотрим Ну, я хочу еще об одной такой позитивной вещи, произошедшей в нашем городе Да, не может быть Да, вот в связи с погодой все случилось Со 2 по 4 декабря нас посетил циклон В результате был и дождь со снегом, и снег с дождем, и минус, и плюс Ну, в общем, достаточно сложные погодные условия, штормовое предупреждение Но, несмотря на все это, вот, на мой взгляд, дороги от снега в этом году, в этот раз очистили хорошо Хорошо, я бы сказала, вот, даже без претензий Возможно, сейчас кто-то нас смотрит, и вы знаете места, где какие-то магистрали не очищены, или очищены плохо Ну, вот, позвоните нам, сообщите, может быть, и кто-то из городской власти Тебя сейчас часть фейсбука возненавидит Почему? У которой все плохо Нет, ну, правда, вот, я не помню, чтобы так быстро и достаточно так оперативно И там и сыпали, и расчищали, и около бордюров, вот, каши нет Это Лысенко беспредельничает Цифры не буду называть, хотя вот есть у меня там и про 9 миллионов квадратных метров И столько-то улиц, там, 4-7, Михаил Лысенко отчитывался, очистили Молодцы, все замечательно Можно лобик потрогать твой У тебя все нормально, да, хвалишь Я все-таки, я о трагичном хочу сказать, не о позитивном Человеческая жизнь, это трагедия любая Установленных людей, неустановленных людей Да, вот этот вот страшный случай, который произошел на трассе у нас Когда автобус с детьми, ехавшими из Кропивницкого на фестиваль Днепровских вылей Перевернулся, да, дети, слава Богу, живы, уже, в общем-то, здоровы, выписаны И все уехали поездом, да, поездом, да, в свой Кропивницкий Везде писали, погибла, неустановлена женщина, какая это женщина Просто очень больно и обидно Я просто два слова расскажу, как там было И родственникам этой женщины, и сотрудникам этой женщины Я не говорю, что особенно, не особенно, но просто хочу, чтобы там знали Это первая виолончель, театра оперы и балета, концертминистра И оркестра Дмитрия Логанова времена года, Ирина Тамчук погибла Вот, причем писали, просто чтобы знали, и причем писали в СМИ беззастенчиво Там дорогу перебегало якобы, там где-то стояло в неустановленном месте и так далее Как было дело, вот, из первых уст от мужа В двух словах, они очень хотели просто, чтобы знали, как это было Она жила, вместе с мужем они жили в загородной, какая-то дача Возле этого самого БК, где все это произошло И она ехала, муж ее подвез к трассе, чтобы посадить на автобус Она ехала на свой спектакль, в театр оперы и балета И машину он поставил в карман Карман, она вышла из машины Он видит, что из Кривого Рога, из того направления, едет автобус, и его начинают заносить Он побежал к жене, они в кювет начали бежать Но он говорит муж, что буквально полметра не хватило, автобус упал на них Причем он упал, муж упал в какую-то выбойную, яму глубокую А ее действительно накрыло Вот, да, остался сын, муж в алтарне из того же театра Но видите, вот такой вот фатум Дети ехали на спектакль, она ехала на свой спектакль Просто факт вот жизни И там во вторник хоронят человека Ну, человеческая потеря и культурная потеря, безусловно, в этом городе Просто вот ситуация, как она была Трагическая очень Трагическая очень ситуация, да И мы так начали с каких-то, ну, позитивных достаточно новостей Но новости разные Я хотел вот немножко на уровень общегосударственный, так сказать, заглянуть То есть сейчас вот раскручивается такой скандал Есть такой депутат, да, там, Александр Неченков В юности или там в девичестве Кадыров Кадыров, да Вот, значит, ну, это депутат, который был и от партии регионов Сейчас он там от воли народов То есть, в принципе, человек был близкий достаточно к президенту Но что-то как-то там не сложилось Ты имеешь в виду Порошенко? Я имею в виду и Порошенко То есть он, да Потому что он и к Януковичу Я же об этом, поэтому я решил, чтобы сэкономить время, сказать к президенту Вот Вот И сейчас там его обвинили в том, что он там через Укргазодобывание Там 3 миллиарда гривен, схемы, все дела Ну, все как обычно Он, значит, с него сняли депутатскую неприкосновенность Он, значит, уехал в Англию И сейчас в основном через российские или подконтрольные всяким российским людям Типа там, индепендентам английских Значит, рассказывает о том, какая ужасная коррупция Ну, царит в Верховной Раде о том, что там коммерческие голосования От 20 тысяч до 100 тысяч за голосование В зависимости от уровня Ну, это же доказательно, да Нет, я же говорю, что он говорит Я же не говорю Грозит кассетным скандалом Да, грозит кассетным скандалом Рассказывал, что, например, там 2,5 миллиона долларов обошлось снятие Наливайченко То есть говорит вещи, которые не налазят на голову Очень похожие на правду Да, очень похожие на правду То есть он, понятно, что клейма негде ставить Но, в общем-то, он из этой среды вышел и немножко про нее рассказывает Говорят, что он на часы, у него там был диктофон И он записывал все свои беседы Да, вот Значит, с президентом То есть, на самом деле У тебя он выйдет скоро уже Я просто считаю, что, да, это действительно похоже на правду И мало кто, наверное, сомневается, что какие-то такие или подобные вещи там происходят То, что это человек, который сейчас работает на нашего, так сказать, врага Да, это тоже понятно, да И вот как в этой ситуации быть Если никому не хочется, в общем-то, доверять Да, мы повзрослели А как вот с этим жить? А надо, в общем-то, по-взрослому относиться Верить, в общем-то, в какие-то... Деда Мороза Да, в Деда Мороза Друг в друга В речной транспорт Друг в друга, в себя В маршрут Не, ну, а действительно, мы находимся действительно в такой разгаряке С одной стороны, вот это нельзя, потому что Путин нападет А с другой стороны, действительно, есть внутреннее ощущение Шатать, какой-то кредит доверия там остался А ты же понимаешь, что нелогично А нельзя, потому что Путин нападет Поэтому я считаю, что надо чморить Ну, я имею в виду, если действительно это есть А я думаю, что это есть Надо критиковать власть, пинать ее, так сказать В общем-то, ну, делать с ней то, что и положено делать В условиях демократических Но не выходить уже, как бы, и скидывать Потому что, оказывается, что это... Так они кто же скидывают? Да, вот уже, как все уже наскидывались Немножко подустали Но, в принципе, надо просто взрослеть А надеяться можно только на себя И на программу даже до понедельника Да, ну, то есть, вот цивилизованный метод Там уходить в отставку Он в Украине не работает А у нас большая скамейка, длинная или как? Ну, в связи с трагическими событиями Кстати, вот на прошлой неделе Очень много было трагических событий Да, мы сказали уже о резонансных авариях Которые в нашей области только произошли Много жертв, погибших много И та трагедия, о которой сегодня говорят, в общем-то, все СМИ Номер один Пока еще в лентах новостей Это гибель полицейских из разных силовых ведомств То, что произошло в селе Княжичи возле Киева Пока пять сотрудников называют в числе жертв Ну, якобы там шестой Непонятно, пока информация не подтвердилась То ли жив, то ли нет В результате перестрелки погибли Друг друга перестреляли И я не буду пересказывать фабулу Сейчас все об этом слышали Естественно, горько то, что вот Приблизиться к правде невозможно никак Очень многие СМИ уже 650 версий выдвинули Как это могло быть, как Экспертов очень много Экспертов очень много Очень многие эксперты, кстати, говорят о том, что Министр МВД бы и в отставку уйти в связи с этим Министр МВД даже командировку свою не отменил в Канаду Ты сама считаешь, что он должен был уйти в отставку Я считаю, что должен уйти в отставку, да Потому что Ты владеешь знанием Нет, я не владею Это происшествие И пропадай Пропал сарай, гори Если у твоих сотрудников Нет координации в действиях Это не трагическая случайность Как говорят многие СМИ Это не цепь вот этих вещей Мы не можем сказать, что у нас там менты стреляют друг друга каждый день Это мое мнение Нет, я спорю А я спорю У нас же министр внутренних дел Это же не министр внутренних дел В понимании обычной страны Это такая политическая составляющая На которой держится эта вся Отревая конструкция Он же не должен быть политической составляющей Он должен быть министром МВД Да, и выполнять свои прямые обязанности Я считаю, что мы где-то просто не дорабатываем В нашей программе Доживем до понедельника Что социум мы не смогли Пока и гражданское общество так изменить Но это у нас только 34-я программа Я надеюсь, что в 62-й Чтобы министры уходили в отставку Чтобы если что Потери чести Потери чести стрелялись То есть после 68-й программы Ну не надо стреляться при потере чести Ну в отставку Чтобы я не кашлял Хотя бы, да, кстати, от чести Чтобы ты выздоровел Да, вот А скажи, пожалуйста, можно Я чуть-чуть добавлю Другого драйва добавлю Да, да Ничего тебя не накажут Я-то здесь не работаю В эфире же можно произносить Это нормативные слова Такие слова, как ягодицы и стропон Например Произноси Можно, спасибо Только не показывать Произносить можно Тогда о регионалах Или их наследниках Они сейчас называются Оба-блок Значит, ну, о городских Значит, рейтинг в городе скукожился И как бы Филатова ни относились Я к нему по-разному Относиться от очень плохо До очень хорошо И фанатство И фанатство наоборот И так далее Харизматичный С разными знаками Вот Как бы ни относились Я с ним А здесь можно, да, согласны Или это Лиза Блюдца Сразу Когда он говорит Для того, чтобы уничтожить ОПО-блок в Днепре Я пока до ягодиц Филатов не нужен Достаточно просто продолжать Петь на вокзалах Вилкула Я думаю, что вы об этом расскажете Врать о срыве Строительства метро В наглую Ну, тут вообще без изысков Они начали, кстати Уже практически метро строить Турки Назначают руководить Местным ОПО-блоком Городских сумасшедших Об этом отдельно К этому веду Срывать принятие бюджета Ходить с хоруглами Раздавят на улице воздушные шарики И вообще превратятся В полных и законченных маргиналов О регионалах я всегда с удовольствием И эти люди ухитряются Обгадить и декретировать Все, к чему прикоснуться Православие, Победу Даже песни, которые пели наши родители Вот он здесь упомянул Городского руководителя Городских регионов Это некий Сергей Анатольевич Суханов Хороший знакомый Значит, я Он порадовал в наше трудное время То есть, когда Нужны поводы для радости Да, он любит радовать Что он написал? Борис руководит городом Два с половиной года Тут все начали часотреба А потом вот оно что Оказывается, кроме года И вон считает Когда булавка была Это тоже Филат Дальше, вот как он пишет Нельзя ни слова Ни слова из классики убирать Что пишет городской Суханов? Он пишет Как ее назначали? Помню ОПГ Филатова Тогда захватила обл. администрацию Отжимали Надо, конечно, чтобы музыка Типа Магнолия ТВ Отжимали бизнес Похищали людей Пытали Убивали сотрудников СБУ Да и простых украинцев Правый сектор на газелях Собрал депутатов И прямо в трусах И ночнушках Сессия, кстати, днем была Ну, неважно Привез в горсинку Заставили выбирать булавку И она руководила городом Под полным контролем ОПГ Филатова Мне понравилось Народ очень живо откликнулся Мне понравился Кумер Санжары Там Правый сектор Забирал мальчика в трусиках Приводил их к депутатской присяге Потом переодевал в ночнушку Потом заставлял голосовать И только потом распинал Под бендеровский гимн Ешь снегиря Синицу жуй Гоняй на газели Убивай ворой Шок Власти это скрывали Я хочу сказать Что вообще с трусиками у них Вот с мальчиками В трусиками Ночнушками У них вот очень как-то связано Какая-то такая Влажная такая Озабоченность Эротична То как Ночная сессия Хоть она и днем была Ну кому как Ну кому это волнует Ночнушках На газелях в труселях На слух не очень Вот И люди кстати Многие пишут Что жаль Что на самом деле Вот так не было Некоторые жестокие Бендеровцы Об этом пишут Я в заключение Хочу спеть песню Хочу доставить радость Моему Моему Хриплым Своим простуженным голосом Радость моему Лучшему другу Александру Юрьевичу Вилку На его Хоть и на Катюша Хоть и не на вокзале Но по этому поводу Есть знаменитая песня Вокзальная Вот потому что Написал Суханом Только она ужасная Расцветали Яблони Игрушки Процветал Бендеровский Нацизм Привозили Рыгов Всех Ночнушках Со Страпоном Между Ягодиц Поехали дальше Ну куда уж дальше Уже приехали А помнишь Львенок и черепаха Какая хорошая Песенка Почему ты так Не говоришь У нас песенная неделя Выдалась Мы сейчас поговорим Ну я думаю Ну мы гентину не подпели Правильно Я плохо поела Особенно Гораздо хуже Да На самом деле Вот этот Флэшмоб Он же на самом деле Его корни Ну я имею ввиду Петь по вокзалам То есть на самом деле Это же пошло Петь по вокзалам Петь по вокзалам Это же началось Вот в России То есть они вышли Начали петь там Украинские песни Ну как бы обозначают Что видите Мы же братья Мы же одни песни поем Ну и здесь вот тоже Значит Ну вот то что пел Гендин только в оригинале Значит И пел Значит Вилкулы И пели вот в Запорожье Пели в Харькове Пели в Одессе Снимали там с коптерами Значит Ну такие То есть проект был Ну я видела на ОРТ Ну я видела на ОРТ Эту программу Да И на ОРТ Ну для ОРТ И снимали Заказчик Да Для ОРТ снимали Значит Ну разные песни Песни они же не виноваты Они хорошие Ну если петь песни Матвея Блантера То почему не петь Там Джон Грей Или Сталин Наша слава боевая Он на самом деле Был очень плодовитым Композитором Выбрали вот именно Катюша А в украинской Википедии кстати Написано Катюша Еврейская песня Музыка Блантера Слова Исаковского Да Исаковский был кстати Так что и тут Я в рейне Нет Ну просто Я думаю Что вот эта попытка Такого песенного Русского мира Ну как А что нас В общем то ссорить Если мы уже и песни И по вокзалам поем То есть на самом деле Ну это по видимому От непонимания Ну вот той реальности Которая произошла За это время А песни они действительно хорошие Думаешь это от непонимания Есть бюджеты Есть бюджеты Которые Я думаю От ментального непонимания Ну потому что Я думаю Это как раз От очень хорошего понимания И есть конкретный заказ Конкретная цель Заказ есть Вот когда на ОРТ Сказали что Они поют Вот такие песни На вокзалах Они хотят В России Украина хочет В России Ну это же для внутреннего потребителя А в России Поют украинские песни Там же люди в это верят Как бы с таким посылом Да там типа Распрягает их лопцы кони Дескать Видите мы вообще Там не показывали Как они поют Украинские песни Там кто-то показывали Они начали Нет В этом же весь смысл Что у России Поют украинские песни Видите мы к вам Видите как хорошо Мы поем Распрягает их лопцы кони Один народ Старый Народ У нас одни песни То есть Вот это вот Как бы А песни Они не виноваты Они не виноваты Они просто хорошие Матвей Блантер Был хороший композитор Ну и песенную тему Опять же Вилкул Продолжил На прошлой неделе Было такое громкое заявление В средствах массовой информации О том что команда Вилкула И он лично Александра Вилкула Добились того Что днепропетровские Казачьи песни Казацкие песни Внесли в список Ценностей ЮНЕСКО Это большое событие Ну теоретически Событие достаточно Хорошее Нормальное Но Вот Как-то сделано Это все странно Почему К чему я говорю Вот вы например Можете вспомнить Хотя бы одну Казацкую песню Днепропетровщина Днепропетровщина Именно Днепропетровщина Не распрягает И хлопцы кони А вот Вот именно Нашу местную Вы что-нибудь Знаете о них Ну вот это Ехо вилку Я не знаю Привязали Галю Там вот это Что она горит В ночнушке Причем Ну правда Это хорошая вещь Да Был определенный период В истории Он родил Определенные песни Я лично Не знаю Вот я вижу И вы тоже Вот мы об этом Мало знаем Почему Вот как бы Не направлены усилия Команды На то Чтобы популяризировать Их как-то Ознакомить нас Как-то сделать Достоянием Вот Выйти на вокзал И спеть Выйти на вокзал В конце концов Вместо Катюши Спеть Да Это караоке Сделать Вместо этого Такая красивая Оберточка Такая блестящая Говорится Мы в ЮНЕСКО Петриковка уже получила ЮНЕСКО И ничего от этого Не получила Собственно Мы же это ЮНЕСКО Нет ЮНЕСКО И якобы Есть вот правила Да В этой организации О том что Подобные проекты Которые Вносят в списки Они получают деньги Потом на развитие На пиар Петриковка Ничего не получила Не дополучила Я не понимала Я не понимала Зачем тогда Казаться Деточка Ты хочешь чтобы они жили По правилам Я хочу чтобы сначала людям А потом вот Организации А что ты сделала По жизни Чтобы Вилку Лучимотов учили Я не учу Боже упаси Я просто удивляюсь Меня это обратило Я маленькую паузу В культуре сделала А то у нас Слишком много Всегда Да ладно Ты тайная культура Много надо успеть Коротко все таки Культура Она далеко конечно От алкоголя Об алкоголе О страшном хочу сказать То что с особым садизмом Какая песня без боя С БДСМом Таким садизмом Перед Новым годом Над гражданами нашими Может быть это шаг Я то не такой уж прям алкоголик Но мы приняли бюджет Там это учтено Да Значит цены на алкоголь Все знают Выросли Даже ты знаешь Что выросли цены на алкоголь Нет Вот девочки На 30 выросли Выросли На твою водочку На твою дженщик На твой ромчик На все Водка с 54,90 До 70 минимум Откуда ты так цены хорошо Это за пол литра Я мониторю Гастроном Он говорит гастроном На мою водочку Фискальная служба За мной советует За все же для блага народа Виски, ром, джин Вообще На 40% Для гурманов До 70 750 гривен За литр Это для тех Кто литр не пьет Белая сухая итальянская вина тоже Шампань Оно натурально Натуральная вина до 33 Но думаю Твою вину вряд ли туда входит Шампань 40% Коньяк вообще Но говорят Что не будет Некачественной продукции Суррогата Все будет чистое Как слеза Как лоза Но может быть Грядут Вообще сухой закон Великая депрессия Это же красиво Бутлегеры Джаз Бенды Это все Очень красиво Банды Чикаго Посмотрим на этот шаг Я не буду гнать На этот шаг Но люди гнать Думаю будут Самое главное Следим за сахаром И за ценами на сахар Посмотрим Будут чаще После этого Казацкие песни Или старые Может родятся новые Какие-то Там так мало Нам что-то про культуру хочется сказать Сегодня вам придется вернуться к культуре К культуре Я хочу сказать Давай пожертвовать к культуре Да ну с Акашвили уже не мешается Я хочу лучше сказать про барабанщика 12-летнего Варфоломеева Диму Из Литл Бенда Это мне позвонил Владимир Марковский И сказал, что он победил в Харьковском драм-фесте Среди барабанщиков 12 лет ему И занял первое место Хорошо Поздравляю А про доску-то А про доску я хочу сказать Что мы все будем свои в доску Потому что Нет Нет, послезавтра в 14.00 Среда 7 часа Да Открытие по адресу Улица Староказацкая Бывшая Комсомольская Староказацкая 74 На доме, где родился Александр Галич Александр Аркадьевич Галич Великий наш бард и земляк Будет открытие мемориальной доски Приглашаем всех А и 6 и 7 у нас концерты Фестиваля Галича Во дворце машиностроителей А можно я тоже один анонс В рамках программы «Культурная столица» Да, в рамках программы «Культурная столица» Бориса Филатова А что такое? Завтра на факультете журналистики В 11.00 в 9.00 корпусе Будет открытие мемориала Памяти нашего погибшего коллеги Саши Черникова Журналиста Саша Черникова Это журналист 9 канала Я его очень хорошо знал Он уже с добровольцем пошел 25-й погиб в районе аэропорта Насколько я знаю Это был шок Это была трагедия Назвали улицу в нашем городе Это один из тех классных шагов Вообще, когда твои знакомые Там был и Вадим Рачков И Саша Черникова Это все добровольцы Люди, у которых в жизни состоявшиеся У которых было Вот Что еще хочется сказать Пока есть немножко времени Я не буду про Папет Фест Который ты меня троллила Очень хорошо он прошел Очень хорошо Он уже очень хорошо для Кальянова Что он уже прошел Но действительно Люди просто новыми глазами На это искусство посмотрели Насколько оно разное Насколько оно для разных людей Насколько оно сегодняшнее Со временем Да отзывы хорошие Они плохие от людей Которые там не бывают Я приглашал в студию Спорить людей Которые считают Это вчерашним Как правило Они там не были А зачем ты споришь А я уже не спорю Я в Фейсбуке уже Зачем они в студии А почему Мне кажется Здесь есть у людей У тебя есть студия Да, у меня есть студия Ты не знал Ты же сам говорила О том, что Я всегда есть недовольные Я коротко пробегу Фестиваль Галича Завтра концерт Тимура Шауа Сольная Седьмого концерта Машиностроителя Галоконцерт Звезды Страды Ой, Звезды Страды Типун не на язык Звезды авторской песни Кстати, будут и наши люди Будет Павел Хазан Будет победитель Конкурса Песни Рожденная в АТО Будет Саша Медведенко Наш великолепный бар Который сейчас в Израиле Живет Дмитрий Киммельфельд И специальный гость Большой программы Это Песни нашего века Проект Братья Мещуки Фролова Елена Фролова Богданов И Дмитрий Богданов Очень классно будет Десятого Проект Вечер Пирса Там будет либо Бумбокс Там же фишка Вечер Пирса Молодежный проект Фишка Не знают люди Кто будет из гостей Вот они гадают То ли Бумбокс То ли Сплин То ли Ляпис Кто-то из них троих Такая интрига И Одиннадцатого Но уже бессмысленно Говорит Билетов-то все равно нет Финал Лиги Смеха Днебровской Я за нее тоже горд Потому что она самая крутая Из всех лиг После 1 плюс 1 Да и круче, чем 1 плюс 1 Так что Очень много сделано И очень много чего ждет Для самых разных людей Разных возрастов Разных национальностей И даже разных полов Евгений Ты научился говорить о культуре Кратко и понятно Спасибо, Елена В 34-й программе Спасибо, Елена Спасибо, Елена Спасибо, Елена Мир мы не сделали Мы обещали это После 68-й программы У нас всего лишь пока 34 программы Да И у нас 30 секунд В эфире уже остается А вот это у нас Неловкое молчание Это потому что Нормально Мы выговорили Красивая зима Мы передовики Мы раньше закончили программу И у нас есть еще пауза А что-то такая позитивная была Сегодня хвалила А потому что дороги чистые Чистые дороги В Днепре Это хорошо В Днепре Они ведут Они ведут в правильном направлении Спасибо за внимание Оставайтесь на 9-м канале Доживем до следующего понедельника Обязательно с нами Оставайтесь с людьми на 9-м канале Пока Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok